Здравствуйте, друзья! Кто давно подписан на мой канал, знает, что с 2018 года я не просто рассказываю о политике и экономике. Я делаю это сугубо с научных позиций. Мои ролики – это не про драки в Госдуме, не про политические новости и не песни в стиле «что вижу, то пою». Мои ролики – это наука, это горы графиков и пруфов, ссылки на исследования и справочную литературу. Я один из немногих политических блогеров, у которых каждое высказывание основывается на объективных фактах. А в описании к моим роликам, вместо рекламных промокодов, ссылки на источники, прям как в учебниках. Но знаете что? Забудьте. Забудьте об этом нахрен. С сегодняшнего дня я буду как камикадзе Ди перекидываться со своими оппонентами идеологическими какашками. Никаких пруфов, никакой статистики, никаких исследований. Сугубо мое личное мнение, сугубо дилетантский подход. Почему? А потому что Госдума приняла так называемый законопроект о просветительской деятельности, по которому теперь, чтобы прочитать научно-популярную лекцию, необходимо получить лицензию от соответствующих органов. То есть, я сейчас уже не могу просто так взять и провести публичную лекцию, как я это делал в 2019 году в городе Хабаровске в рамках форума Free Science. Мне теперь нужно будет либо согласовывать текст моей лекции с каким-нибудь майором ФСБ, либо позиционировать свое выступление не как образовательное мероприятие, а как какой-нибудь стендап. Но закон регулирует не только живые выступления. Под требования лицензирования подпадают все научпоп-интернет-ресурсы, письменные блоги, паблики в соцсетях, каналы на YouTube и так далее. Просветительская деятельность – это осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и или профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов и затрагивающие отношения, регулируемые настоящим федеральным законом и иными законодательными актами Российской Федерации. Одновременно законопроектом устанавливается полномочия правительства Российской Федерации по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности, форм контроля за ней. Пока что закон несет в себе больше вопросов, чем ответов. Каким образом будет проходить лицензирование? Какие санкции будут применяться к тем, кто нарушает закон? Пока что по тексту закона это совершенно непонятно. Видимо, это все будет допиливаться по ходу дела. Понятно только одно, что государство в очередной раз продемонстрировало свою гнилую сущность, продемонстрировало то, что ему плевать на объективность информации, на науку, образование и так далее. Его интересует только одна цель – сохранение у власти текущей группировки олигархов. Все. И это главная задача. Все остальное – это уже второстепенные функции и побочные продукты. Помните, как наши депутаты приняли закон о наказании за фейки? И что, после этого канал РЕН-ТВ закрыли? Может быть, битву экстрасенсов оштрафовали? Или какие-нибудь еще проекты, которые кормят население говном в промышленных масштабах? Нет. Там все нормально. Там нормально рассказывать про Нибиру и рептилоидов. Это никак не мешает Путину и его команде, а в какой-то мере даже помогает. Ведь когда у человека настоящая каша в голове, когда у него полностью убита логика, когда он не может сопоставить буквально два факта между собой, ему очень легко врать. Нет. Антифейковый закон не бьет по медиакорпорациям, которые на обмане зарабатывают миллиарды долларов. Он бьет по обычным жителям, которые делают репосты новостей у себя на странице, даже не имея малейшей экономической выгоды с этого. Вторая очень обширная категория – это неугодные власти политические активисты. В Амурской области суд назначил штраф двум местным жительницам, которые во время чрезвычайной ситуации переслали через мессенджер тревожные сведения. Как передает телеканал «Дождь», женщины ранее во время наводнения разослали по WhatsApp сообщение, что в результате потопа почва в Селимджинском районе заражена цианидом. Их привлекли к ответственности по принятому в этом году закону о фейковых новостях. Обе теперь должны государству по 15 тысяч рублей. Чуть больше года назад власти приняли пакет законов против фейковых новостей, а в апреле этого года антифейковое законодательство ужесточили двумя статьями Уголовного кодекса. В общем итоге, к началу мая Лига безопасного интернета выявила 3701 фейк о коронавирусе. По некоторым делам уже были предъявлены обвинения. Так, Кунцевский межрайонный прокурор Москвы утвердил обвинительное заключение в отношении гражданки, которое, по его мнению, распространяло ложную информацию в интернете о вывозе трупов из обсерваторов в Крылацком. Статью о нарушении фейкового законодательства вменяют также создателю проекта омбудсмен полиции Владимиру Воронцову и политологу Николаю Платошкину, которые сейчас находятся под арестом. Примерно то же самое сейчас происходит и с научпопом. Государство не собирается банить инфо-цыган и цирителей. Вместо этого оно будет банить ученых, если в их лекциях будет хоть намек на оппозиционность или критику системы. Они не только не помогают финансово-научно-просветительским организациям вытаскивать уровень образования из той задницы, в которой он оказался после очередных реформ, так еще и вставляют палки в колеса. На этом фоне так нелепо звучат заявления о науке вне политики. Итак, вот подводя итог всему сказанному, получается, что аудитория Ютьюба ждет от нас, во-первых, выступлений про политику, чего у нас не будет. Да, это был хороший план. Ты специально не затрагиваешь политические темы на своих научпоп-форумах, не затрагиваешь неудобные вопросы истории 20 века, про репрессии и социализм, про Корею и Вьетнам. Зато ты учишь людей мыслить критически, и они уже сами додумывают, сами используют тот опыт и те знания, полученные в естественных науках, в области антропологии, биологии, химии, физики и так далее, для анализа политических процессов и для принятия политических решений. Таким образом, ты вроде как не против Путина, но занимаясь просвещением людей, в конечном итоге ты делаешь их оппозиционерами. Но накладочка вышла, и даже такой долгий и, казалось бы, безопасный путь пропаганды здравого смысла теперь тоже закрыт. Теперь нужные дяди будут пристально следить за тем, чтобы ваши образовательные материалы не служили дискредитации, проводимой в Российской Федерации государственной политики, переписыванию историй, подрыву конституционного строя. Поэтому поосторожнее там с лекциями о статистических аномалиях, а то так от математики до непризнания результатов выборов недалеко, а это уже экстремизм на минуточку. Но кроме ученых, которые были вне политики и надеялись, что политика их никогда не тронет, мне еще вспоминаются вот эти цифровые оптимисты, цифровые романтики, которые надеялись, что скоро мы будем жить в мире без цензуры, с появлением и распространением интернета и соцсетей. Радио и телевидение. Все они работают одинаково. Обычно источник власти всего один. Чтобы владеть телестанцией, радиостанцией, газетой или печатать деньги, нужно быть очень особенным. Обычно это монополисты. Масс-медиа работает из центра, который диктует приказы народу. Внизу. Такова система. Информация почти всегда движется только в одном направлении. Так выглядят масс-медиа. Так они устроены. Но компьютеры в придачу были соединены друг с другом. Это и есть интернет. Мы стали связаны между собой. Поэтому медленно, но верно, с 80-х годов люди стали общаться друг с другом, комментируя действия масс-медиа. Это комментирование росло, росло и росло. Оно стало Википедией, оно стало Гуглом, оно стало Фейсбуком. И еще куча инструментов, которым больше не нужен центр. И в результате эта связь оборвалась. Это нынешний мир. А это мир умерший. Да-да, еще совсем недавно существовал целый огромный пласт людей, который верил в то, что интернет изменил наше общество до неузнаваемости. И те проблемы, которые существовали в 20 веке и тревожили нас, к нам больше не вернутся. Раньше было радио и телевидение в руках миллиардеров. А теперь, в 21 веке, каждый со своей страницы в Твиттере сам себе в СМИ. Стало быть, власть богатых над нашими умами исчезла. И настало время безграничной свободы. Добавьте к этому мысль, что классовые противоречия капитализма якобы исчезли. Что общественные классы, которые были в 20 веке, они уже не существуют в 21. Что обладание средствами производства не является ключевым фактором в настоящее время. И вы получите образцовую цифровую утопию. Старый мир работал на деньгах. Главное капитал. Главное, кто до смерти нахопит больше денег. Сейчас это стало неважно. Потому что новый мир работает на принципе внимания. Внимание — это известность, помноженная на надёжность, равно репутации «я». Возникает новая силовая структура. Раньше была буржуазия и рабочие, как писал Маркс в 1800-е. Им на смену пришли нетократы и консумериад. Цифровой границы нет. Границы в самом цифровом мире. На самом деле, свободные соцсети или свободный интернет — это было буквально одно мгновение. Один короткий миг на рубеже веков. Такой же короткий, как рынок идеальной конкуренции в середине 19 века до монополизации и государственного регулирования. Все крупные соцсети на сегодняшний момент принадлежат крупным монополиям. И как и сто лет назад, большие дяди решают, что тебе можно писать, а что нельзя. Тикток заблокировал аккаунт американки, которая в популярном ролике, замаскированном под обучающее видео о макияже, критиковала Китай за репрессии в отношении уйгуров. Однако в компании заявили, что её заблокировали из-за видео об Усами Бен Ладене на другом аккаунте. Об этом сообщил BuzzFeed News. Крупнейшие соцсети ограничили доступ к аккаунтам Дональда Трампа. Причиной стали необоснованные высказывания Трампа о краже у него голосов на президентских выборах. Но блокировка аккаунта – это ещё не самое страшное. Самое страшное – это скрытое, незаметное манипулирование нашим сознанием. Это цензура, которую мы не замечаем. Когда алгоритмы Ютуба, Гугла или Твиттера работают таким образом, что не запрещают информацию, но сильно ограничивают её показ. Да, это несколько напоминает теории заговора и звучит как-то зловеще. Но в самом деле ни один CCM и SEO-менеджер не даст тебе стопроцентную раскладку, каким образом работает алгоритм Ютуба. Алгоритм любой соцсети – это тайна за семью дверями. Возможно, именно поэтому ТикТок разблокировал аккаунт бьюти-блогерши, которая рассказывала про репрессии в Китае. Зачем блокировать, когда можно просто скрутить просмотры? И весь ужас данной ситуации состоит в том, что применяя методы мягкой цензуры, корпорации заставляют нас поверить в то, что цензуры нет, что есть только свобода. А то, что мы видим в наших поисковиках – это сугубо наш личный выбор. Хорошо, но если система может манипулировать нами в скрытом режиме, зачем тогда правоохранители прибегают к средствам прошлого, тюремным срокам и штрафам? Дело в том, что Ютуб и ТикТок не принадлежат российским олигархам. Вот и приходится действовать по старинке через штрафы и тюремные сроки, точечно устраняя создателей неугодного контента. А что им еще остается? Ведь они не могут просто взять и выключить весь интернет. Каким образом тогда будет функционировать Вайлборис и Яндекс.Такси, Авиасейлс и Кинопоиск? Они не могут отключить даже Ютуб. Ведь там сотни миллионов и миллиардов рекламных интеграций, в том числе от компаний, которые платят налоги в российский бюджет. Ванильно-розовые мечты интернет-романтиков необходимо смыть холодным душам объективных фактов. На дворе все тот же капитализм, как и сто лет назад. И все та же власть меньшинства над большинством. И мы, по сути, ни на шаг не приблизились к свободе. Нам казалось, что мы свободны. Но на самом деле система давала нам выговориться тогда, когда в нашей голове не было негативных мыслей. Когда мировая экономика росла и кучки недовольных капитализмом тонули в море восторженных отзывов. Когда же наше недовольство начало нарастать. Когда наши мысли через посты в соцсетях начали угрожать стабильности системы, начали ее расшатывать. Вот тогда все мировые державы сразу же забыли про свободу слова и свободу интернета. И в наших текущих приоритетах эту свободу вернуть. С вами был Василий Садонин и проект «Выход есть». Сделайте репост этого видео, пока у вас еще есть такая возможность. Да пребудет с вами логика, да пребудет с вами знание, да пребудет с вами свобода слова.